Всем привет, с вами Шуха и это седьмой выпуск развлекательной рубрики, где мы с помощью сильнейших задротов своих героев, в данном случае с помощью судла, который является одним из сильнейших ликантропов, будем разбирать ладник трёх игр таких же задротов на люкане и с дотабаф, но только с разным рейтингом. Основная задача гостя определить рейтинг игрока, естественно будут предложены 3 демки и 3 варианта ответа, а именно 5к, 6к, 7к и ммр. Даже если он вычислит по первым демкам рейтинг, ответы будут даны в самом конце, чтобы он не смог методом исключения определить следующий рейтинг. Давайте же посмотрим, как справился Никита с данной задачей. Ну а для начала, ребят, я бы хотел рассказать вам о скинченджере нового поколения, в котором есть абсолютно все вещи, они просто появляются в вашем инвентаре, как только Valve их выпускает. Тут есть всё, от любых башен, вардов до самых редких самоцветов и даже все личности на героев, и ребят, да, это полностью легально. В программу также добавили овервульф, аналог дота плюса, только улучшенная версия, с помощью которого можно пользоваться нереальной фишкой, а именно додж-игр без наказания. Работает всё очень просто, до старта поиска нужно активировать вот этот пункт, а затем жмём поиск и примерно за 15 секунд до нахождения игры у вас появляется вот такое вот окно. С информацией о союзниках и врагах, а также немного времени на подумать. Если вас что-то не устроило, то спокойно можно задучить игру без какого-либо наказания. А ссылку на все эти плюшки вы найдёте в описании. Урубилось? Да, вижу. Вон, видно, ФК, не знаю. По всей видимости, вот он. Вот включился. Думаю, начало можно чутка крутануть. Что по закупу скажешь? Ну, вообще, за паузой. Ну, то есть со старта на лекане ты можешь понять, насколько, да, типа задрот, не задрот. Потому что вот я, как только-только резается игра, вот у тебя чёрный экран пропадает, я сразу же инста вызываю волков и отправляю их на дефолтные точки на разведку. Это вот сюда, куда-то, да, на мид, там типа... Да, то есть мышку я твою не вижу, но я думаю, ты поймёшь, то есть отправляется в мид под чек варты, отправляется в противоположную часть карты для того, чтобы увидеть, да, где вражеская пятёрочка и что-то такое. Ну, чтобы понять, куда выход оформляется, можно ли там как-то на руну выйти, да? Да, сейчас в доте очень часто такое происходит, что три героя идут, да, отжимать руну противоположную, а Керри стоит, сейвится под тавра. Ну и по закупу фласка мне не нравится, Аликану нужно простоять линию, это верно, но лучше закупить танго, если мы идём в сейвклей. Линия против бестмастера, здесь колечко на армор можно было купить. Ну да. Соби маска такое. Слушай, а вообще с какого уровня он становится именно сильным на лайне, да, чтобы вот ему было сложно что-то сделать? Аликану раньше был на пятом, сейчас вышел патч, где изменили волкам крипл, дали инвиз. Да. Ну он тоже сейчас на пятом, более-менее начинает линию стоять, но не так как раньше. Ну получается на пятом, когда некраб прилетают. Понял. Тогда он на линии посильнее. На x2 поставлю нормально будет, если будет крутиться? Да, пойдёт, да, да. Ну смотри, учитывая то, что заблочен спот слева, это уже правильно. Блин, он заблочил спот с энтриком. Да, да, да. Так, а какой это рейтинг, ты мне не сказал? Смотри, варианты есть, кстати, про варианты тебе не сказал. 6к, 7к и 5к. 6, 7, 5? Да. Ну пока я не могу сказать. Ну, учитывая закуп, все закупаются по-разному. Волками бьёт. Вот сейчас можно волками, это фраг, если он волками выблочил. А, тут даже не пытается. Ну, пока просто стоит линия. Да, слушай, ты просто первый реплей смотришь, разницу ты по-любому увидишь. Я так думаю. А я, если сейчас скажу, я потом могу мне не видеть? Да, конечно, ты можешь в конце мнения все три реплея посмотреть. Просто главное оценочное мнение дайте, да, вначале? Ну, волков берёт. Вот сейчас вот надо блочить, это мог быть фраг и не героем, и волком желательно. Потому что если бы он делал это волком, у него была бы опция в один момент спасти героя. Ну, то есть отойти и волками добить просто, да, если что? Ну, смотри, даже если просто посчитать урон героя и урон волка. Да, если ты блочишь героем, ты не атакуешь. Если ты блочишь волком, ты не атакуешь. У волка же меньше дэм. Да, да, да. То есть... Логика. Ну да, ты просто... Это небольшие цифры, но тем не менее ты теряешь их. Эта линия уже выиграна. Хауль в 4, ладно, всё, стоп. Этот спелл брать на линии нельзя, я не знаю. Это любой игрок на Ликантропе должен понимать, что хауль брать на линии это... Ну, это руин. Руин в скорости вообще всего. Ну, то есть пассивка, конечно, она больше даёт, чем хауль. Соответственно, если это 7, 6 и 5 тысяч ПТС, я выберу самый нижний. Ага. Я думаю, ни один игрок на 6 тысяч ПТС никогда в жизни не прокачает хауль на линии. Короче, смотри, хорошо. Ты даёшь им оценку 5К, правильно? Ну, пока что да. Я ещё не видел других, но пока да. Подключился? Да, 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 я смотрю. По глазам игрока. Тики на линии. Это сейфлайн, да? Почему стики против андерлорда стик, понятно? Понятно. Но опять же, я бы здесь закупил 6 танго и мангус. Мангус ещё пассивный хапориген, блайдстоун. Это, кажется, измы... Не знаю. Просто вот я вижу у него в стэш и блайдстоун. Я когда начал играть на ликане, как только-только появился этот предмет, я сразу же начал его рейтить последний крачей. Угу. И очень долго не видел, только последние полгода или год начал замечать, что некоторые люди тоже начали покупать блайдстоун. Ну, это под хаваль, типа, да, минус броню есть, где-то под стакать с лишним. Или в чём прикол её? Крипов бы с рефармишь, учитывая, что волки бьют вместе с тобой. Чем больше у тебя юнитов, тем больше этих юнитов... Ну, к примеру, у тебя герой, два волка и два некрая. В сумме 5 юнитов, да? Да. И понимаешь, под блайдстоуном у тебя игнорируют броню каждый из них. То есть, 5 юнитов у тебя игнорируют каждый по 2 брони. Да-да-да, я об этом и говорю, что в сумме это прям... Один волк, второй, да. Это очень сильно чувствуется. Ну, здесь он попытался что-то сделать. В плане волков там по скаутил. Закуп у него... Ну, со стика, мне нравится стик. Сейчас обстрелю линию, опять же. В рейнджа он должен от его убивать. Лич вроде, да, на его влече? В рейнджа дало, если не ошибаюсь. Да, лишь для билл рейнджа это очень важно, да, первого рейнджа. Что стоит отметить, слева не заблочено. Вот он не видит, он должен волками. А, он блочит волками. Вот. Он понимает, но не успел. Не успел, не успел. Но в сути не меняет. Он понимает, что ему нужно блочить. Это линия против андерлорда. Он тебя всегда распушивает, у тебя линия по таворам. И когда он обретает левел 3-4, он распушивает линию и уходит как раз таки откачать. Блэйдстоун на первые деньги? Не знаю. Опять же, Блэйдстоун супер странное решение. Покупать его до некров. Ну вот так вот. Видишь, у всех свои какие-то страты. По всей видимости. Хотя у всех так много игр, они все прям такие задроты. Это неэффективно. Тебе Блэйдстоун нужен, чтобы начать харасить. А харасить без не крачей и 5-х левеловых волков, а ботинок даже. Ладно. Это необъяснимо. Просто... Ты смотри, ты оценивай не только по его игре. Можешь как-то смотреть... Ладно, да, да, да. Но это очень странные билды. Это не то, что нужно Ликантропу вообще. Ну а сейчас сапог в принципе можно не покупать, да, я так понимаю? Это ситуативно. Хочешь играешь с сапогом, хочешь нет. Это предпочтение игрока. Не критично. То есть вот мне лично комфортно играть уже без сапога. Ну блин, быстрее не крачи. Мне кажется, как-то по 6 уровню все равно быстро бегаешь. Типа мне кажется, как-то логичнее. Быстрее не краб получить. Да. Вот после первых не крачей покупать в Лайстоун, это супер крутая штука. А вот просто купить ботинок, ларить и... Ну крикстат, конечно, не утакой себе пока что. Что-то он придумал. Потому что он попытался заблочить, на пяти тысячах люди не стали бы делать. Ну это некоторым просто лень. Вот банально лень не отправить волков, поконтролить, пропустить крипа из-за этого можешь на линии. Ну и не все думают на пяти тысячах, что против андерлорда играешь, надо блочить большую успех. Так, ну смотри, вот сейчас очень важно, я стараюсь периодически, ну, если у меня есть возможность, я стараюсь это делать, отправлять волка, разбивать руну мидеру. Вот сейчас посмотри, где Лишрак находится. Он сейчас заботлился и забрал ту руну. Да, да, да. Которая у него возле Эмшинка. То есть у него была возможность. Очень рано ушел в лес, он мог стоять эту линию. Эту линию можно было стоять, потому что, ну-ка, катапульта, на пятой минуте, что с катапультой на линии? Давай посмотрим, так. Действие Ликана сейчас особо неинтересно, то есть он ушел, а там катапульта. Он дарлор танчит ее. Ну так а почему это происходит? Это ошибка Нилича сейчас. В общем, здесь могло быть гораздо все хуже. Очень хорошо, что эта катапульта просто умерла об вышку, но это ошибка Ликана. Он мог за это потерять тавр. Вот просто тем, что ушел на линию, не сломав катапульту. Да, надо сначала катапульту все-таки выносить, а потом уже уходить. Ну, ну, если у тебя есть возможность, да, сломай кату и уйди заниматься делами своими. Хочешь в лес, хочешь лети в топ, куда угодно. Мне просто будет интересно сейчас его первая форма и первые некраски. От этого станет понятно, что он сделает. Нижний тавр он не заберет. В миде можно забирать тавр только в том случае, если ты видишь, что вражеский мидер как-то там уходит, ну, фармит стаки или что-то такое. А желательно, конечно же, в топе. Ну, тут пак уже его сфоловит с того момента, как он в лес ушел, просто бегает, их скучили. Так он может эншентов фармить в пятом лейл. А сейчас не может, раньше мог фармить эншентов на пятом. Это что волчков, да, поменяли немного? Из-за крипла, да. Крипл замедлял самому... Это бредовая форма. Развели на форму, как говорится. Это было, да, сразу видно, что лучше не надо эту форму делать. Он мог сейчас дофармить некрасей, но не очень мало денег. Вот это очень мало, это очень поздно, потому что он закупил себе ботинок и закупил себе блайтстоун. Ну вот, общая ценность почти 3000. На боте Тавр упал, андерлор сломал его. Лично топ стянулся. То есть взамен он... Он замедлил себе темп, он не может пойти в топ без некров поломать там пушку. А ему хочется именно, ну, зеркально играть, да? Ну да. Если циенами тебе ломают, ты точно так же делаешь. Тут еще форма нету. Я часто люблю делать, ну, стоять линию до такого момента, пока ты не поймешь, что ты ее прям, ну, реально не можешь с ней ничего сделать. Андерлорд пак это не те герои. Ну, пока мидер лишь рак, да, не стянется условный. Кстати, очень странная тп. Очень странная, очевидно. Очень странная тп. Так, и вот уже вопросы у меня назревают. Так, неужели предыдущий игрок все-таки 6000 ПТС был из того ФК? Ладно, я, наверное... Ты прям не торопись, поверь мне. Тут все, может быть, обманчиво, я тебе так скажу. Ну, у меня все-таки уже мнение поменялось. Мне кажется, что предыдущий игрок все-таки был 6000 ПТС, а вот этот 5. Хотя, зачем тогда тот 6000 ПТС прокачал Хауль, непонятно. Может, мискликнул. Смотри, вот этот тоже, смотри, качает Хауль, находясь не в драке. Ладно, если бы он был именно в драке, прокачал Хауль. Ну, смотри, они тут вышли в четвером, под катапульту сломали в меди-вышку. Да, но ты посмотри, он даже не нажимает этот Хауль, когда нападает на героя. Это да. Вышку они сломали, но сейчас он еще и в топе сломает. Ну, он что-то рисует сам еще, видишь, какие-то эти. Да, это правильно. Ему не нужна ТА-шка. То, что он рисует ТА-шки, приходи в топ, она не должна приходить в топ. Ну, может, он другим кому-то рисует. Он нарисовал прямо на ТА-шку. А, да? Он прямо на нее, да. Он здесь должен быть один. Таурун сломает и должен еще, может, такие, выгодить. Вторые Некра уже есть бабки на вторые Некра. Это очень поздние тайминги. Обычно в такой момент уже третий, да, должны быть, по сути? Ну, слушай, если у него не было бы сапога, наверное, еще там лишних всяких вещей, и, возможно, он купил бы третий. Да, да, да. Это не самый лучший тайминг. Тайминг Некра, когда ты выиграл свою линию, поломал вышку, ты можешь третий Некрак, десятый сделать. Хорошие тайминги, это к тринадцатой. Ну, это жестко, слушай. Когда у тебя одна смерть, две смерти, ну, ты можешь в четырнадцатом, пятнадцатом точно выходишь, когда у тебя вообще все плохо. Побежал в драку. Пак плохая цель. Ой. Слишком много времени. Как же пак его разводит? Он мог больше гораздо убить. Сразу за патаваром идет работа у него, я так понимаю. Он плохой таргет выбрал. Это на самом деле плохой таргет. Слишком много кларити. Он не знает, что... Точнее, не то чтобы не знает. У него немного игр на лекане. Тебе не нужно так много кларити. Вот эти вот кларити в стэши лишние. А, вот эти тоже, да. Да, тебе нужна одна кларити всего лишь, которая у него есть. Почему? Потому что, когда ты градишь книжку, с каждым левелапом книжки, у тебя мано-реген повышается, и тебе потом просто мано-бесконечно. Ну вот, третья книжка у него шесть мано-регена почти. Это нормально? Да, и тебе... Конечно. Мне не нравится его билд полностью. Барабаны сейчас очень сильные. Опа, нормально. Надеюсь, зашел в спину, да, все хорошо сделал. Не успеваю смотреть, куда он жмет пурши за x2, но... Ну давай потише сделаю, договорись, как мне сейчас сразу я буду контролировать. Ну, просто в файтах желательно на x1 устанавливать. Все, все. Ну давят неплохо, они слушают прям. Да, так это... Если ты проигрываешь драку возле своих вышек, ты теряешь вышки обычно. Тут уже проблема врагов, то, что они позволяют так подходить к вышкам и начинать драку, что враги из нововижена... Ну, лекан из нововижена напал. У них, тем более, преимущество. У них большая ташка. А ты можешь назвать героев, которые максимально неприятны на лекантропу? Ну, условно, андерлорд, скорее всего, да? Да. Какой-то такой неприятный герой. Ну, а они... Да-да-да-да-да-да. Они, понимаешь... Вот здесь по отдельности ни один герой не представляет опасности. Даже там самые, там, виверны, да, там, плотсикеры и так далее. Ну, кроме наги сирены, наверное. А когда есть связка из нескольких героев, например, андерлорд, и вот на миде был бы не Лишрак, а Кунка, то тогда был бы кошмар. А здесь нету Кунки. Здесь есть Лишрак. Лишрак, это... Ну, у него другие опции. Мне интересно, во что он потратит деньги. БКБ ему здесь... Это плохой вариант. БКБ тебе нужно делать, когда ты именно большой бегаешь, убиваешь всех героев, желательно с барабанами. Либо, раз уж у него есть ботинок, то ПТ-шка. Либо выходить сейчас в Кирасу, еще не поздно. Слушай, ну они тут заканчивают рано. Давай чехнем, через сколько матч закончится. А не, он 40 минут будет идти? Нет, это не рано. Это просто ошибка. Я даже не знаю, кто эту игру выиграет. Я не могу сказать, что Ликантроп вот со своей командой БКБ... Ладно, все, стоп. Это и последнее, что меня интересовало. Давай, стопаем. Выбор БКБ, он плохой. Здесь можно было бы брать БКБ, только в том случае, если бы ты быстрее темпанул. Он медленно темпанул с линии, он ушел с линии. Если бы ты взял промежуточная темп драмы, и после драма выход в БКБ был бы интересный, тогда да. Плюс его талант, я вижу, что он не Максид Хавель, у него скиллпоинт уже потрачен на пассивку. Ну, хотя бы талант правильный. Этот талант действительно лучший из-за глобалауры. Раньше был армор, он хорошенький был, а сейчас теперь вот этот приходится брать. Но этот талант, ты не нуждаешься на нем на 10-м, на 12-м. Ты дамакшиваешь Хавель, получаешь 15-ый, и на 15-м выбираешь либо КДР, либо фэйсшифт. Фэйсшифт очень хороший. То есть ты дамакшиваешь это, а потом уже выбираешь, что здесь, да? Да, то есть, опять же, это трата скиллпоинта. Да, это вот то, что он его прокачал, это не прям супер критично, что можно сделать вывод. Но из всех мелочей, одну мелочь заметил, вторую, третью, четвертую, она скалатывается в какую-то большую одну ошибку. И вот это тоже неразумно, как по мне. Как снежзаком, да, по нарастающей идет? То есть накладывать, типа того, да. Понял. Ну, что ты скажешь? Мне кажется, это... Ну, вот 5-6. Я уверен, что сейчас будет третий реплей, и там будет все по-другому. Вот тяжело с этими двумя. Но я думаю, что все-таки здесь 5000 ПТС из-за его закупа изначального в плане ботинка, в плане формы в лесу, которую прожал на пака. Вот как-то он, ну, не чувствует этого херича еще. Уже хорошие драфты, кстати. Не, я в плане того, что... Распик хороший. Две особи маски. Ну, почему две особи маски против Тимбера? А, нет, не против Тимбера, а кто линию стоит? Кентавр? Скорее всего, Кентавр Мирана. Ну, здесь нормально, ладно. Хороший закуп. Можно так закупаться, да. У врагов бетрайдер, да, медовый, насколько я понимаю? Да, медовый бетрайдер. Это очень сильно похоже на 7000. Но почему они АФК на базе стоят? Смотри, он деревья рубит уже со старта. Не теряет времени, он уже рубит деревья. Почему они АФК все встали, мне неизвестно. Ну, я имею в виду союзники, АФК встали на фонтане. Потому что начало очень, ну, такое академичное. Так, я вижу не край, я вижу драмы. Самый адекватный билд из трех игр. Линия не заблочена. Почему линия не блочится? Надо идти, блочить линию, раз лично не заблочил. Видишь, да, что не заблочили, линия распушена. Но он переагривает сразу же милишников на рейнджа, что я правильно. Крипов главное не бить, не вести под вышку. Ну, понимает, как линию держать. Можно, конечно, было прям кентавру туда везти их, но кому как удобнее. Подержал линию. Ну, он, да, лишние какие-то эти не покупает. Хотя, что там против кентавра, стики и так далее, нет смысла брать. Ни сапога, ничего сразу. Некро вроде, драмы. А ты, кстати, чаще всего как берешь? Некро драмы? Либо тоже от ситуации уже повезло. Да, драмы сейчас очень сильные, потому что вот когда вышел этот парень с шардами, там мы поменяли драмы. И с тех пор, да, драмы стараюсь брать. Ну, практически в 9 из 10 случаях покупаю драмы после некров. Они очень сильные. Я заметил, что кентавру с время 1 стоит, а мирану душит СФ. Он должен был изначально попытаться стоять линию 1x1. Если нет мирана, у вас два варианта. Ты говоришь, что что, либо давай его разомнем как следует, а не просто кинул новую и кентавру бежал. Либо дай мне стоять 1x1 с ним линию. Но сейчас он уже по левлу проигрывает и тяжело 1x1 стоять. Чтобы сейчас выиграть эту линию, он должен волками выпалить себе маленький. Чтобы забрать x-пу кентавра. Ну, ты когда ты 1x1 остаешься, тебе приходится хоть как-то обворовывать x-пой врага. Потому что ему сейчас главное дотерпеть до некров. Да. Но миран нормально, подушила мид, стянула леча, тот без степы, бежит пешком, а она уже здесь гоняет. А сейчас чуть ли критического не совершил, мирана пыталась выпалить, он мог помешать волками. Если бы они выпалили, сейчас он бы еще пачку пропустил. Да, кстати. Потому что он стоит один без леча. А мирана вообще планирует этим заниматься, интересно? Может быть. Ну-ка, давай посмотрим. Она вон, на линии у него стоит. А тут танчит крипов. эти отводы их просто можно руинить врагу просто волками. Если у тебя есть возможность бить катапульту, вот как сейчас у него, то бей. Он видит уже Худвинка, катапульта фуловая. Вот это может плохо закончиться. Нет, не надо пытаться, не надо. Просто надо убить катапульту. Здесь еще есть Рубик. Он скорее всего умрет. Да. Вот сейчас смотри, куда сделать телепорт, можно подумать. Ну, что он делает тп в топ, это нормально. У него не края, здесь размены. И у него катапульта живая. Но у него нет шестого. Вот ему бы шестой, конечно, он бы здесь сейчас устроил такую нормальную рубку, но нет шестого. Ему нужно добивать, и не как сейчас просто качаются. И уходит глубоко с некрами влез, вместо того, чтобы вернуться на линию и начать прогонять кентавра. Тем не менее, я думаю, что это 7000 ПТС. Даешь это 7к, это оценка? Да, 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 просто даже не по действиям Ликана, а по действиям игры в доту, как все играют. Вот, например, у Рубика второй левел. Или мне показалось, что у Рубика второго левела на восьмой минуте. Сейчас камера Рубик, второй левел, да. Да, это такое бывает, знаешь, когда ты линию не сможешь стоять, и тебе тройка говорит, типа, все, иди, я вещи сломаю, вот что-то наподобие у Рубика случилось. Покажи, Ликана, что он делает. Он бьет тенджи на туда сейчас. Вот у него сейчас есть форма, ну, ему нужно прямо сейчас идти, а он стакает. Он сейчас это протратил где-то. Да, он же за бетрейдером бежал в миде. Завел фраг на бетрейдере. Сейчас вот этого он все профармливает и должен идти вниз, а Тимберсо должен лететь в топ и дефать вышку в топе, и желательно через вражеский лес выйти на мид тавер. Почему ОСФ 7-й левел его? Сколько вы счет ОСФ? ОСФ 3-5. его просто 5 раз убили. Ну, с бетрейдером с мираной душили, его начали 2 раза убили подряд, он там пешком бежал. С базы. Ну, ему необязательно сейчас вот, да, да, это я хотел сказать, ему необязательно добивать третий некра, нужно, маны нету. Ну, хотя Пээлла разменял, форум потратил. Третий некра летят 10-й. Ну, он когда убивал Пээлла, видел фраг, он отконтролил с ОМОНов и героя уже побежал искать. Это просто сам факт того, что он это быстро очень взял. Хотя то и выглядело не нужно, но быстро. билдок у него правильный. Ну, слушай, некра быстрый, ты говорил, там 10-11, можно. Да, это нормальная некра, хороший тайминг. Потому что, ну, он нафидил один раз всего лишь, когда его три героя убивали, потом еще сделал несколько фраг. Вот сейчас со следующей формой он идет куда-нибудь качаться не на свою территорию. То есть он может это делать в топе за вышку пытаться драться, но желательно ему сейчас нужна мид тавер и находиться там, где вот сейчас рубик вот там, сейчас внизу мясо идет, вот там он хочет быть. Если он там выигрывает fight и какой-нибудь shadowfind в миде распушивает крипов под мид, то понятное дело, что они забирают там тавер быстро. Посмотрим, что он делает. Ему нужно участвовать сейчас. Вот прям сейчас ему надо идти центр ломать. Боится. Нажал форму. Так помедленнее ты бросил fighter, да? Да. Вот помедленнее. Это x1. Лассо может быть, он не знает про лассо и боится. Это хаотичная 7000 град. Все, да, останавливаем получается. Ну, просто по передвижениям. Вот просто то, что происходит, оно больше похоже на то, что происходит в играх. Понял. Я, конечно, не уверен, но все-таки думаю, что именно так все и было, что первая игра это 6000, вторая 5000, а третья 7000. Все, окей. Так, остановим. Так, это у нас последний реплей. Здесь у нас учило 5000. это 5000 ПТС. Да, у него 5К. Вот. Смотри, с первым ты был прав, у него 6000, у второго 7К. У второго 7К. Это второй, который купил Блайсон Батин. Да, да, да. Я почему тебе сказал, что ты вначале не заметил, что происходило, но у них как раз таки сразу все разошлись, сразу триплой пошли на топ, без раздумия, он стоял под вышкой, там что-то своими волками проверял. Ну, то есть это было похоже, а например в этой игре достаточно все вначале стали АФК, как ты говорил, почему они все стоят на базе и ничего не делают, да, странный момент, достаточно, вот. Есть еще один реплей бонусный, я его всегда тоже делаю, бонусный реплей, там может быть и проигрок, может быть какой-то смурфер на лову ММР, например, у Вахи было так, у другими я показывал проигрока, любой рейтинг без вариантов ты уже сам посмотришь. Ага, я сам задужен. Да, но в свое мнение, как ты думаешь, так сейчас я врублю его для начала, да. Это даже интересно, так получается из трех я только одного выдал. Да, Ну, это было сложно, это было сложно, согласен. Третья репка, там парень сыграл лучше всех на лекане линию, ну, он правильно все сделал. В прошлый раз Сережа, в прошлый раз Сережа первый тоже 4К игроку дал 7К, потому что он там все сломал и выиграл мид нереально, но он не смотрел например на ворогов, да, не обращал внимания, там было видно, что пак какой-то странный, пока до умирает, арбу тратится и после этого бруда его пока до убивает, понимаешь, ну, то есть нормальная 7К игру так не будет делать. Так, так, подключился? Сет, да, сет красивый. Сет красивый на лекану. Так, да, соглашусь. Хорошие пики, кстати, хотя, подожди, а это ОД что? ОД тройка. Кстати, вот этот выбор, бэлт, это нормально, это лекан третьей позиции скорее всего, или что это? И я пока не понимаю. Сейчас посмотрим. Я не понимаю роли союзников. Браста 4, Эмбера прокликаем мне. Эмбер это мидер, очевидно. Эмбер мидер, да. АОД. Скорее всего. АОД? ОД керри. Это тройка лекан, который идет в бот против ПЛЦМки. Может быть, он как сейфлейнер изначально шел, но захотел свапнуться. Возможно, они хотят свапнуться, а это керри лекантроп. Да, это мог быть изначально керри, Может, он против пайантроп не хочет стоять, типа. Да, 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 я о том же. Поскаутил, вызвал локов на базе, чтобы мана фуловая была. Это для мида так можно использовать. Когда в мид хожу, тоже на фонтане вторых локов перевызываю, чтобы успеть на блок. Два манга в стэше, кстати. По опыту трех реплеев я понял, что так пока что никто еще не закупался. Ну, это вот на мид только я так закупался. Мне, кстати, многие не понимали, почему я просто пояс покупаю. А вот он запулилил. Для ласки, если вы те же. Ну, правильно, он без танга. Здесь на самом деле играть тройка ликантропом тяжелее всего из всех возможных ролей сейфлейн и мидлейн. Потому что если ты правильно стоишь линию наликания в тройке, ну, на третьей позиции, да, ты очень сильно выигрываешь. У тебя есть очень сильная опция, это блочить споты, мелкий спот, постоянно по кд, волком. И у тебя есть опция выпуливать крипов вместо того, чтобы четверочка, выпуливала через всю мапу. Если это просто понимать, в какой момент это нужно делать, ликантретей позиции, он не проигрывает линию. Ну, то есть у него есть опции на любой исход, на любой вариант, против кого он не стоял. Да, да, да. Просто это нужно много, ну, немного практики, нужно понимать даже, в какой момент это нужно делать. Большая пачка к нему идет. выбор Баклера. Ну, у Пэйла слишком много физатаки. Да, даже Баклера не поможет против Пэйла. Ну, у него слишком много, у него там под 70 под Фантом Раша урона, и у тебя волки как будут умирать с трех ударов, так и будут. Баклер покупается на линию, чтобы сэвить волков, а не героя. Понял. Потому что у них 0 армора у волков, и без Баклера вообще хреново. Пэйла надо харасить максимум. Во, блочит хорошо. Это правильно, что он блочит, он выбивает регион. Он не собирается его убить, он делает те хиты, которые не должен делать. Тем самым выбивает лишние ресурсы. Ну, ты можешь примерно сказать, что пока что ты думаешь? От 6000 ПТС. Чего, знаешь, как-то определить нужно в какие-то моменты смотреть. Еще как он дерется, нужно смотреть в драку. То есть мы смотрели второй реплей, второй, мы смотрели реплей, где там был пак. И просто Ликан заходит идеально в драку и выбирает себе пака, и полформы за ним бежит. Выглядело странно, соглашусь. Да, выглядело странно. Хотя у тебя там есть ВК, у которого 2 единицы армора. У ВК 2 или 3 единицы армора родного. Он умирает мгновенно, учитывая то, что у него Блэйдстоун был. Там 2 раза распилить ВК проще простого. А он выбрал пака, и это смутило. Как этот будет действовать, неизвестно. Но стоит сказать, что у Ликана все супер. Когда у тебя вот так вот линия происходит, ты радуешься на третьей позиции, что тебе дают качаться, что ты бьешь шлипов, что у тебя ноль смертей. У него все очень хорошо. Контроль это хорошо с собачками. Когда я первый раз увидел, что он там блочит, как ты говорил, вначале волками о собой бьет. То есть более профитной версии. Но он двумя волками блочит. Если блочить одним, то у тебя шанс конечно меньше, что ты заблочишь что волком делает. Мешает выпалить. Видишь? Это то, к чему я говорил. Ликан тройку может стоять, потому что у него есть такие опции. Ему нужно просто дальше терпеть. Ему осталось чуть-чуть. Ликан раскрывается с пятого левла и с получением некров. С пятого левла хотя бы чуть-чуть раскрываешься из-за волков инвизных. Они сильнее становятся. А на шестом понятное дело, что ты уже готов драться. Ему кстати нужно будет манго купить обязательно. Ему нельзя нести голый некро. Ему не хватит маны. Его нужно будет вызвать собак. Ему нужно нажать форму. Это 245 маны и некров 150. Ему 345 маны надо. Да, 245 и плюс некра. Чтобы полностью все сделать, ему нужно 345. Ему нужно сейчас ждать и нести манго. Он несет себя манго. ошибка. Или несет. Пожди, несет манго проверку. Мне показалось, он купил что-то. Манго. Да, он несет манго. Это хорошо. Это важный момент был. Он умрет. Возможно, он умрет. Но то, что он умер, это другое. Самое главное, он понимает, что ему нужно. Не хватило. Убили все равно. И вот сейчас он должен ломать тавер. То есть он должен сделать так, здесь сейчас оказался тайт хантер. Только тайт хантер, либо пак способен задевать руну. Ой, руну, прости, линию. У него сейчас очень много. В идеале ему прямо сейчас купить блэйд стон. Почему ему нужно идти в тавер? У него баклер. У него есть баклер. Это очень круто. Он пытается кипов сначала убить. Можно было прямо под тавером. Ему нельзя сейчас уходить далеко. Ему нужно бить тавер. Форму пока сжать не будет. А он нажал, кстати. Нажал. Они всеми ресурсами собираются забрать тавер. это не совсем правильно. Так не стоит делать. Я в плане формы. Форму можно было не нажимать здесь. Я сказал не помню в какой момент что это от 6. Да мне кажется примерно 6500 где-то вероидж. 6500 может 6500 посмотрим что он сейчас делает. Либо выше. Я точно не могу сказать но это 6500 да давай драку на x1 сейчас посмотрим у него супер идеальная позиция зайти в спину только не пытаться гнаться за сложными таргетами легкий таргет мы видим это цемь и до шейкер ушел вот видишь он все таки хотел за шейкером но слишком далеко и выбирает из этого тайда а и доджет фиссуру не ну не всей командой ну точнее не подставляется под фестуру всеми самонами своими задолжил да но это он умеет играть навлекание ну он умеет играть в доту а не умеет играть навлекание это нормальный игрок метовый одесс метеором тайминга выходит это хороший рейтинг это не низкий рейтинг вышками должен это не за 6500 вот ну пока и выше такое давайте короче да это может быть 8000 9000 рейтинга они играют пока что нормально в доту так общая ценность у него не глядя отвернул голову я думаю сейчас 1700 1200 я я правда не смотрел я верю ну блин у тебя столько игры понятное дело драмы уже летят слушай ну давай так сделаем ты уже свой вердикт примерно сказал а тебе просто покажу ранг а ты попробуешь отгадать ого но я говорил что это высокий рейтинг может быть это от 6500 и хоть 7500 хоть 8500 высокий ранг да но это видно что здесь хорошо люди играют доту так и вот этот вот его момент с поясом это не кажется блин ты чё налега не купит пояс за 457 это нормальная штука ну смотри как ты понял это уже про игрок можешь просто проводить на бум отгадать отгадаешь нет нет эти все равно ответ скажу в любом случае если ты только дашь подсказку это снг игрок нет это не снг это америка артизи что ли артизи любит играть в лекан это артизи на лекан тропе в общем ребят большое спасибо Никите за участие в видео подписывайтесь на его твич и на мой канал и пишите свое мнение в комментариях